Виталий Талабаев родился в семье офицера. После окончания военного училища решил связать свою жизнь с российской армией. Последние годы жизни он провел на Северном Кавказе. Служил начальником штаба и заместителем командира парашютно-десантного полка. 13 сентября 1999 года мужчина участвовал в боевых действиях в Республике Дагестан. Вместе с товарищами Талабаев уничтожил автомобиль с боевиками. А когда стал преследовать противника, подорвался на противотанковой мине. Сегодня в Куйбышевском районе в его честь открыли мемориальную доску. На торжественной церемонии присутствовали родители героя. Отец Виталий не смог сдержать слез, когда рассказывал нашей съемочной группе о сыне. В настоящий момент очень много ребят, которые учились с ним в Суворовском училище, общаются с нами, вспоминают его. Очень часто звонят нам. И вот это говорит о том, что, как говорка говорит, будь проще, тебе потянутся люди. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северокавказском регионе указом президента Российской Федерации, гвардии майору Виталию Толобаеву посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Мы еще раз говорим спасибо тем людям, которые воевали, которые защищали честь своего Отечества. Этот патриотизм проходит из поколения в поколение. Имя Виталия Толобаева увековечили не только на мемориальной доске. В Самаре есть улицы и учебные заведения, названные в его честь. А в школе номер 57 работает музей, посвященный подвигу Героя России. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.